Они сопровождают их повсюду и, казалось бы, по долгу службы должны заниматься лишь вопросами безопасности и не привлекать к себе взгляды. Однако из-за своей нестандартной внешности им постоянно приходится сталкиваться с повышенным вниманием папарацци. И сегодня я вам расскажу, как выглядят самые привлекательные телохранители мировых знаменитостей, которые запросто могли бы построить карьеру в модельном бизнесе. Новым телохранителем модель обзавелась в прошлом году. Им стал парень из Нидерландов по имени Питер Ван дер Вин. После первого появления на публике таблоиды тут же окрестили парня горячим телохранителем. Вполне заслуженно, надо отметить. Молодой человек, бывший профессиональный бодибилдер, обладатель звания Мистер Европа 2005. То Адель, бывший бодибилдер, охранял другую поп-диву – Леди Гага. Дженнифер Лоуренс доверила охрану своей жизни парню с модельной внешностью и 25-летней актрисы Дженнифер Лоуренс. Телохранители кинодивы зовут Грег Лэнс. Первое время таблоиды силились выдумывать сказочные истории о романтических отношениях между Грегом и его клиенткой. Однако быстро бросили это дело, так как выяснилось, что парень женат. Помимо эффектной внешности телохранителя, поклонники актрисы отмечают его умение общаться с животными. Грег почти всегда носит на руках маленькую собачку Лоуренс. Кейтлин Дженнифер, бывшая до прошлого года слегка атлетом Крисом Дженнифером, по примеру своих хрупких коллег, тоже решилась обзавестись эффектным телохранителем. У американской поп-принцессы Бритни Спирс за всю трудовую деятельность было множество телохранителей. С одними блондинка умудрялась закручивать эндришки, с другими – разрывать отношения с громкими скандалами. Например, несколько лет назад экс-охранник певицы, бывший полицейский Фернандо Флорес, подал на свою бывшую работодательницу в суд за сексуальные домогательства. Правда, добиться желаемого 10 миллионов в качестве компенсации мужчине не удалось. Сейчас вы видите фотографию с одним из последних телохранителей певицы. В отличие от предыдущих, ему повезло. Несмотря на модельную внешность, удалось обойтись без домогательств со стороны клиентки. Несколько лет назад не смогла устоять перед обворожительностью своего телохранителя по имени Мартин Кристен и немецкая супермодель Хайди Кун. Правда, в отличие от Бритни Спирс, Хайди повезло. Мужчина не побежал в суд, а с удовольствием стал играть роль молодого человека. Отношения моделей и телохранителя развивались стремительно. Поклонники Хайди уже начали было готовиться к свадьбе, однако до женитьбе дело так и не дошло. Через два года союз охранника и звезды распался. Впрочем, горевала по бывшему модель недолго. Вскоре обзавелась новым симпатичным телохранителем. Правда, эти отношения так и остались исключительно на деловом уровне. Певица Кэти Перри в романтические отношения с телохранителями не вступает, держит строгую дистанцию. К слову, на радость поклонницам, которые называют накачанного охранника звезды мечтой старшеклассниц. Некоторые поклонники певицы Бьонсе полагают, что один из ее телохранителей гораздо симпатичнее мужа, рэпера Джей Зи. Иногда к помощи сильных, широкоплечих и симпатичных охранников прибегают и знаменитые мужчины. Один из наиболее ярких примеров – британский актер Дэниел Рэдклифф. Кинозвезду совсем не смущают, что рядом со своим телохранителем он выглядит как мальчик-спальчик. Безопасность, как ни крути, превыше всего. Совсем иная тенденция царит в мире отечественных звезд. Накачанные парни с внешностью, приближенной к модельной, у наших селебрити популярностью не пользуются. Похвастаться более-менее выразительным телохранителем может разве что певец Тимати. За безопасность артиста отвечает вот этот мускулистый парень в черной футболке и зеленых шортах. Подавляющее же большинство российских знаменитостей предпочитают нанимать на должность персональных секьюрити людей с более солидной и привычной отечественному глазу внешностью, которые не расходятся с понятием охранник. Хорошим примером могут послужить один из телохранителей Филиппа Киркорова и секьюрити Бориса Моисеева. Ну что ж, на этом у меня все, с вами был профессор Гуглов, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, увидимся!